Госпожа председатель Европарламента Мецола, вы были первым политиком Евросоюза, посетившим Украину после начала войны. Какое впечатление произвел на вас президент Зеленский и какова была атмосфера во время вашего визита в Киев? Меня восхитил парламент, в котором столько политиков, которые борются с таким единством и таким мужеством и стойкостью за страну, у которой есть гордость и которая действительно борется против неприемлемости этого жестокого вторжения, которое не было спровоцированным и является совершенно ненужным. Я была там за несколько часов до того, как появились фотографии зверств в Гуче. Это было уже после событий в Мариуполе и вокруг Киева в последние несколько недель. В глазах президента Зеленского я увидела мужество, я увидела силу духа, я увидела стойкость. Но я также увидела лицо лидера, который хотел бы больше поддержки от Европейского Союза, от лидеров ЕС. Именно поэтому я поехала туда, чтобы поговорить с ним с глазу на глаз, чтобы узнать, как я, как председатель Европейского парламента, а также как мы все, Европейский Союз, можем еще помочь. Ответ был таким. Нам нужна более быстрая помощь. Нам нужно больше оружия. Нам нужно больше военной, финансовой и логистической поддержки. Достаточно ли делает Европейский Союз? Вы говорите нет. Если мы посмотрим, например, на новый пакет санкций, то он кажется слабым. Это скорее хныканье, чем какой-то мощный рык. В этом отношении, похоже, не хватает единства. Но если предоставить оружие, предоставить деньги и дать больше реальной помощи, как думаете, это возможно? Я нахожусь в парламенте, где среди огромного количества политиков царит беспрецедентное единство. Фактически они с первого дня поддерживали шаги, на которые, как я думала, этот парламент никогда не решится. Они поддерживали наделение Украины статусом кандидатов члена Европейского Союза, призывали к быстрому отключению России от системы SWIFT, приняли первый и второй пакеты санкций и финансовую помощь. Голосование прошло с молниеносной скоростью. Мы увидели беспрецедентное единство среди стран ЕС и их лидеров. И Европейский Союз действительно начал действовать в том, что касается поставок оружия и выделения финансовой помощи. Я думаю, что мы должны пойти гораздо дальше. Я думаю, что эти дни имеют решающее значение. Эта неделя имеет решающее значение в том, чтобы обеспечить украинцам возможность продолжить сражаться. Они сражаются не только за свою страну, они сражаются за Европу. И поэтому, когда они просят больше военной техники, мы должны быть готовы дать им больше такой техники. Когда они просят ускорить, скажем так, возможность доступа к финансированию, мы должны быть в состоянии это сделать. И когда они просят дать им самый четкий политический сигнал о том, что мы не хотим оставаться зависимыми от российской нефти, угля, а также газа, мы должны быть готовы это сделать. У разных стран разные религии. Но единственное, чем попытаются воспользоваться Путин, это потенциальное разногласие между странами-членами ЕС. Как вы думаете, реально ли Европа должна переосмыслить свою действительность? Действительно ли мы должны переоценить фундаментальные основы в сторону более сильной обороны, более быстрой реакции, более наступательной политической позиции? Не наступательной в смысле войны, конечно. Имеется в виду более активная позиция, борющаяся за демократию более открыто. Безусловно, мы видели эту политическую волю в течение последних нескольких недель. Мы действуем более эффективно, больше по существу и с молниеносной, скажем так, согласованностью между различными институтами, что важно не только для Украины, но и для наших граждан, чтобы они видели, что Европейский Союз способен действовать. Мы больше не можем полагаться на другие части света в борьбе за свободу и демократию. Это зависит и от нас, хотя и не только от нас. В настоящее время на нашем континенте идет война. Мы должны иметь весь арсенал, если позволите употребить это слово, будь то политический, экономический или военный, чтобы иметь на руках инструменты для борьбы с войной. Украинцы борются за фундаментальные ценности, которые мы разделяем. Они борются за справедливость. Они борются за верховенство закона. Теперь мы должны бороться за то, чтобы эти злодеяния не остались безнаказанными и не были забыты. Председатель Европарламента, большое спасибо. Спасибо. Продолжение следует...